Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Ну что, друзья, как и обещали, Стране о спорте на телерадиоканале Страна ФМ Сейчас целый час будем говорить о самом важном, самым интересном О том, от чего трепетали и трепещут сердца всех болельщиков и поклонников спорта Да, абсолютно верно На гостях у нас корреспондент из Дательского дома Спортэкспресс Михаил Зислиц Михаил, доброе утро Доброе Всем доброе утро Спасибо, что пришли Давайте с итогов начнем Все-таки вот, смотрите, я вчера мониторил там прессу всякую, да И смотрел, и читал, и в интернетах, и телевидении, и радио И мнение-то расходится, потому что одна половина говорит, у нас все прям хорошо Да Прям ну хорошо, мы выступили с учетом того, что в каком состоянии мы поехали, да С учетом всех этих ограничений, санкций и так далее А другие говорят, да нет, что-то не очень, кому верить? Верить надо мне В данной ситуации выступили мы нормально Оценить его, это выступление как блестящее нельзя Всего две золотые медали, которые мы до начала Олимпиады ожидали Это фигурное катание женское И мужской хоккей То есть, возможно, там могла быть еще золотая медаль В команде фигурном катании, если бы у нас один фигурист там постоянно не падал Ну и плюс неплохо выступили лыжники, взрывали кучу медалей К сожалению, золота не было Ну в целом нормальное выступление, но назвать его каким-то триумфальным я не могу Хотя вот хоккей — это красивое завершение Олимпиады вместе с фигурным катанием И вот у нас, например, был рекорд посещаемости Сайт установлен, три миллиона вот в последний день Олимпиады, это очень круто И показывает, что интерес в стране действительно был огромный Несмотря вот на все эти допинговые Обидно, что тоже у нас попались два человека Я так понимаю, по глупости Ну что поделать У нас лишили бронзы в керлинге И бобслит попалась Это, конечно, все плохо Поэтому и без флага на церемонии закрытия Но все равно, в целом, нормально Народ смотрел, интересовался, радовался Вчера наткнулся, извини, Лера, вчера наткнулся на шутку Сообщается, что, возможно, скоро в шайбе найдут мельдоний Может быть, да Проскочила такая, да, грустная история Ну, у нас же, нам же не грозит уже совершенно точно, да? То есть золотые медали у нас останутся И наши будут олимпийские чемпионы Звание, которое не отменяется Кто их знает? Вот я тоже бы согласен с Лерой Потому что, по-моему, срок проверки этих допинг-пром 10 лет Не знаю, может, и через 8 лет в шайбе найдут мельдоний И что-нибудь снимут и дисклифицируют Я не знаю, уже можно ожидать всего чего угодно Давайте порадуемся вот нынешнему моменту Есть за что радоваться И не думать о мельдонии и прочих вещей Слушайте, Михаил, а вы вот с самого начала сказали, что мы ожидали два золота Это фигурное катание и хоккей Неужели мы прям шли целенаправленно на золото? Ну, потому что момент такой непростой С 92-го года не было золота у нас, правильно? Да, но надо учитывать, что это олимпийский турнир Он без участия НХЛ И те, кто играет в Северной Америке И наши звезды Овечкин, Малкин, Панарин, Бобровский Их не было Так же, как и не было звезд остальных команд Играли только те, кто уступает в Европе Ну, у американцев были те, кто играет в студенческом хоккее Ну, то есть молодые ребята Слабая команда у них Ну, конечно, не такая сильная, как наша И все равно у нас были проблемы И проиграли первый матч с Ловаком Которые потом проиграли все И с трудом выиграли у немцев Просто чудом Но зато в целом хоккейный турнир был такой скучноватый И вот если бы не сборная Германии Которая и Канаду обыграла, и Шведов И чуть нас не обыграла Вот так получился зато эпичный финал И есть что вспомнить А если бы там счет какой-нибудь 4-1 Ну, никто не вспомнил А здесь герои, преодоление Это все здорово Замечательные молодые ребята Кирилл Капризов, автор «Золотой шайбы» Никита Гусь, я хорошо обоих знаю Скромные ребята, молодцы Слушай, ну как ни крути Все хоккей, это самая яркая такая история За всю Олимпиаду Ну, что касается нашей сборной Я согласен Давайте мы продолжим наш разговор совсем скоро Друзья, у нас гостя корреспондент Издательского дома «Спортэкспресс» Михаил Зислис У нас несколько минут перерыва Послушаем хорошую музыку И вернемся к вам снова Матч, о котором мы сейчас говорим Про хоккейный матч, где мы выиграли золото Он назывался «Валидольный матч» Потому что многие прям хватали за сердце И говорили, ну неужели, неужели Ну да, или нет, да, или нет И вот о нем я хочу поговорить все-таки подробнее Во-первых, я хотела спросить Как вот так мы выиграли золото А начали на таком расслабоне Как мы могли проиграть вот этот вот Наш первый матч словакам? Да, да, да Что это было, Михаил? Это был менталитет русского человека Если все хорошо дается То можно расслабиться И я напомню, что мы к пятой минуте матча вели 2-0 И там уже все спали и видели Что там еще накидаем 5 Там соперник не какущий Играет у себя в чемпионатах Чехии и Словакии Далеко это не топ чемпионата Даже по европейским меркам И мне кажется, вот этот момент Плюс игроки в основном собраны из двух клубов У которых здесь в России В КХЛ Не в России, да Есть у нас еще зарубежные клубы Нет большого сопротивления И как только Словакии неожиданно уперлись У нас как-то вот нет такого навыка Пока собрались, но было уже поздно Я думаю, что вот именно Этот момент, психология Всегда очень сложно собраться Тебе все легко дается И ты думаешь, что так и будет до конца Но потом что-то не пошло Где-то соперник вдруг, как говорят, окрысился Да, он так собрался все А ты уже все, ты расслабился Тебе вот собрать себя в кулак очень тяжело Там даже перерыв не помогает Ну это свойство организма и психологии Слушайте, ну получается, все, что не делается, все к лучшему Из-за того, что сначала мы расслабились А потом вот мы как собрались И уже не расслаблялись до конца Правильно? Замечательно, Лер, я вижу, что ты разбираешься в спорте прекрасно Потому что я бы сказал то же самое Потому что потом... Михаил, а вы заметили вот эти фразы Лериной В ледольной матчу? Конечно, конечно Я сейчас разбираюсь намного лучше, чем это было в начале Я сейчас точно понимаю, о чем я говорю До этого я просто сидела и говорила Вот так вот, это прогресс Вот, поэтому до конца турнира можно всегда было показывать Вот, вы помните, что было там, да? Вот у дурака тут валяли, что было? Все такие, ну да, ну да Поэтому это в этом плане уже, конечно, задним числом Мы говорим, как здорово, что мы там проиграли Всем голова обратно на место встала И, в общем, все, в итоге закончилось хорошо Слушай, Михаил, что хотелось спросить? Есть такое, опять же, мнение, да? Как у меня один знакомый, который хорошо разбирается в спорте В частности, в хоккей Говорит, ну что ты хотел? Ты же, как его же назвал? Вот, чемпионат водокачки Вот так сказать Ну, имеется в виду, конечно, уровень команд, да? Которые там были, и сборные штатов Совсем молодая, практически студенческая, да? Да и все, и канадцы были не те, да? Ну, она не практически студенческая Просто канадцы, американцы играют в Европе Понятно, что это не топовые игроки И что этот турнир по уровню Задействовать в нем хоккеистов не сравнить с Олимпиадой Прошлой и прошлыми, когда приезжали суперзвезды из Северной Америки Но дело в том, что они приезжают только с 98-го года на турнир До этого примерно в таких же составах Ну, с тем лишь исключением, что в Европе хоккей был посильнее В Северной Америке мало играл европейцев на тот момент А в 70-е годы вообще практически никто не играл И я не думаю, что вспоминаю наших великих хоккеистов Начинаем упрекать Вы же тогда выиграли Ну, подождите, вы же только Чехословакию обыгрывали Ну, шведы Фины тогда были скромной командой Полулюбительской, можно сказать У них чемпионат был слабый Канадцы-американцы не могли всех сильнейших прислать Ну, кто сейчас об этом вспоминает? Вот давайте мы всегда Это, опять же, свойство русского человека Все время искать что-то не то, не так Да, это вот, я не спорю, что он там не самый высший пробы Но золотая медаль, она ничем не отличается от той, что выиграли канадцы в 104 года назад Вот так ее можно дома на стенку повесить И гордиться и вспоминать Я олимпийский чемпион, это круто И вот там не видел, чтобы норвежские лыжники там переживали Из-за того, что не было у Стюгова Ну, кстати, да, Микол, давайте прервем сейчас, друзья У нас несколько минут перерыва И вновь мы продолжим наши разговоры Программу «Стране о спорте» Страна, ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Итак, друзья, еще раз доброе утро Это «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна ФМ» Напомню, что у нас в гостях корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Михаил Зислис Еще раз доброе утро Еще раз доброе утро Михаил, вопрос касаемый конкретно того, что произошло Золотые медали, все это понятно, они навечно Так же, как и звание олимпийских чемпионов А также, я бы сказал, еще призовые и премиальные И машины за победы, за медали Это тоже все здорово и круто Так что спортсменам надо завидовать А мы и завидуем Мы говорили про деньги, поэтому так перетекло В эфир у нас как-то тема такая для всех Интересная и важная Я о чем хотел спросить Понятно, что это один жирный большой плюс Но есть же и минусы, о которых тоже говорят И потом еще один вопрос, который отсюда вытекает Что у нас с тренером, с изнарком Я вот, например, читал, что он якобы говорит Я устал и уже не хочу больше и все Вы тоже вспомнили про Бориса Николаевича Ельцина Который сказал, я устал, я ухожу Но, насколько я знаю, это Ну, я не гарантирую, что это на 100% Но со стороны казалось, что это Скажем так, начало торгов по будущему контракт То есть ты показываешь, что Я сделал все, что мог Я выиграл, это тяжело Я не спорю, прессинг действительно огромный И как бы ты ни сыграл Ведь всегда на тебя найдется И мы в том числе, которые покритикуем А всегда есть за что У нас работа такая Я надеюсь, там тоже понимают Хотя тот же знарок Но журналистов обиделся Хотя мы знаем, что с обиженными делать Да, я не с тем понял, почему, например Первую реплику после финала Начал вот именно с упоминания наших коллег Нет, сложно понять А что он сказал, Михаил, на помните? Он сказал, что золото Олимпийских игр Дало ответы на все ваши вопросы Господа журналисты Мне казалось, что надо поблагодарить Папу, маму, жену, детей Помощников всех Ну как, когда ты Оскара получаешь Выходишь на красную дорожку Ну, вот сложный человек Я думаю, что на мой личный взгляд Он как тренер в сборной не развивался Все эти годы То есть он выиграл здорово первый турнир в Минске Там же опять же не было всех сильнейших Это был Олимпийский год И у нас только суперсборная у нас была Айзенхелл подъехали К остальным так Средние игроки И дальше, конечно, были в медалях Но где-то, мне кажется, на месте Топтались Выиграли здорово Но принимаю решение не я А принимают решение другие люди Они видят результат И я думаю, что будет наверняка предложение От которого зонарок не откажется Он и так человек не бедный У него хорошие зарплаты Может сейчас еще больше увеличить Я думаю, что останется Как бы ни сыграли сейчас на чемпионате мира в мае Не надо об этом забывать Когда подъедет нормально Разных игроков из НХЛ И не только в нашу сборную В другие Вот крутой турнир в мае Вот призываю всех следить Там будет По уровню хоккея будет все круче Вот Я бы сказал так А что касается негативных моментов Ну вы знаете, когда Какой-то результат достиг И ты думаешь Раз мы достигли Значит все, что мы сделали Было правильно А вот если бы Немцы не пропустили И выяснилось, что все неправильно Ведь понимаете Там отделила Не знаю Минута какая-то Игрового времени Там одна ошибка немецкая И все И выиграли бы немцы золото И для нас, конечно, серебро В данной ситуации был провал Вот я в прошлый раз вспоминал Когда канадцы говорили У них была Олимпиада в Ванкувере Они выиграли, по-моему, тоже 13 золотых медалей 14 Они сказали Мы могли выиграть 14 золотых Одну серебряную И это был бы провал То есть серебряная Если она была бы в мужском хоккее Поэтому здесь бы у нас Был бы провал Если бы был серебро Давайте остановимся В очередной раз, друзья Прервемся И у нас в гостях Михаил Зисли С корреспондентом Издательского дома Спортэкспресс Продолжим говорить о хокке Вернее, об олимпийских хоккейных итогах Совсем скоро Будьте вместе со страной ФМ У нас в гостях Михаил Зисли С и мы продолжаем подводить Олимпийские итоги Не только хоккейные, кстати говоря Хотели пару слов о фигурном катании Давайте, пожалуйста Даже не пару слов Давайте много поговорим о фигурном катании Потому что там шла ожесточенная борьба И мы всем тоже показали Не во всем Но наши девчонки Они блестяще выступили Изумительно Просто шикарно И когда я читала статьи обзорные Как наши болельщики встречались с болельщиками Совершенно из других стран И там с ошибкой на плакатах Было написано Медведева Какой это восторг все-таки Что наши фигуристки Заняли такое место в сердцах Вот по всему миру Вот Ну вот я знаю, что, например, Медведева Она очень популярна в Японии То есть там дикое количество персональных фанатов Для меня лично все-таки Это в меньшей степени относится к спорту Потому что Да, это в рамках Олимпиады Да, какие-то технические элементы Ну ты же оцениваешь Вот понравилось, не понравилось В хоккей, понятно Забросил больше шайб, чем соперник В лыжах быстрее пробежал В биатлоне быстрее пробежал И точнее стрелял Ну если там есть четкая статистика Да, а фигурное катание Так же, как, может, художественная гимнастика Это смотрится красиво, эффектно Но я не могу назвать это Спорт так же, как вот вы ходите Там, если любители балета Ну вот Ну как это оценить Ну вот Было красиво, замечательно Здорово, что выиграли Ну там же сложные всякие элементы Там же тоже есть некая программа Лер, ну ты смотришь Ты оцениваешь там Там аксель, тулуп Я оцениваю, что она подпрыгнула Приземлилась, не упала И прям, ух, камень с души Ну вот и я так же оцениваю Круто, все Нет, там, не знаю Пластика, как артистизм Вот эти все вещи Легкость, как пушинки Там, как синхронно под музыку Вот это все Это, не знаю Вот я не специалист Чтобы все это оценивать Просто из серии Понравилось, не понравилось А комментарии Тарасовой, ребят? Нет Ой, как же Тарасова Тарасова, она молодец В том плане, что Популяризирует этот спорт И объясняет И старается Это здорово Причем сама по себе Ну, уважаемый очень человек Да, столько всего добилась И ее интересно слушать Это как бы тоже большой плюс Фигурного катания Нет, все молодцы Я вот только не понял Одного нашего фигуриста Который постоянно падал Ну, разволновался Ну, как У него в четырех прокатах По-моему, шесть падений На пятую точку Я вот не знаю Мне кажется, что Ты едешь на Олимпиаду В той ситуации Когда тут Большую роль играет политика И вот так Как-то он вышел Вот я вот почитал интервью Вообще про него Какие-то вот хи-хи-ха-ха Ну, как-то не было Серьезного настроя Отношения И, в общем Запорол нам золото В командных соревнованиях Этого фигуристка Лида Ну, просто Мне кажется, что Он совсем еще молодой Двадцать два года Несерьезно Хотя парень талантливый Вот я читал Действительно У него там есть хорошие данные Все здорово Но Надо понимать, что Еще психологии И вот когда смотришь На ту же Загитовую Сколько ей лет Да, и она катается Какое нервное напряжение И я вспоминаю Сколько Предыдущие там поколения Тоже там Когда им Пятнадцать-шнадцать лет И вот На тебя все смотрят Вся планета Фигурное катание Очень популярный вид спорта Опять Ну, ладно Вид спорта Я согласен Спасибо Вот Но это самое главное Выдержать все это Не сломаться И тут жалко, что Нельзя было золото поделить На две части Ну Друзья, программа Стране о спорте Мы вновь прервемся И через несколько минут Вернемся в эфир Телерадиоканала Страна ФН Я, Михаил, хотел спросить Мы вне эфира Проговорили чуть-чуть Но хотелось, чтобы все Об этом знали По поводу НХЛ Которые традиционно Не приезжают на Олимпиаду Через четыре года Есть смысл ждать Что правило изменится Они там между собой договорятся Поделят деньги уже Все эти И Откуда? Вот кто знает Поделят они деньги Или не поделят Ну Я думаю, что все будет нормально Дело в том, что Китай Это потенциально Совершенно еще не окученный рынок А НХЛ проводит выставочные матчи То есть перед началом сезона Вот Играли Ванкувер И по-моему Лос-Анджелес Играли два матча В Шанхае Пекине Или два в Пекине Вот я не помню Сейчас тоже в планах есть Перед следующим сезоном И возможно даже Какие-то матчи регулярного чемпионата То есть там Это все не скорый процесс Чтобы Китай вовлечь в это дело У нас в КХЛ есть Китайский клуб Один И два высшей лиги Может быть еще два высшей лиги Все понимают, что Это полтора миллиарда Если хоккей Или сколько там сейчас уже Я там уже теряю в цифрах Там, ну, неважно На 200 миллионов Ошибиться Это небольшая, в общем Ошибка На Китай, да Да Но если там хотя бы увлечь 100 миллионов Ну, это уже здорово Представляете, там Сколько живет народу там в Канаде И сколько увлекаются какими в США Ну, вот такая же аудитория Если в Китае будет Там через 20 лет Через 15 Это круто Поэтому, я думаю, договорятся Приедут Лига Владельцы решат вопросы С профсоюзом игроков Там у них есть коллективный договор Документ Который грамментирует отношения И, ну, как раз Велика вероятность Что будет новый подписан До Олимпиады До следующей В общем Я думаю, вопрос решат Ну, иначе Ну, как бы Люди все равно не хотят терять деньги И какое-то влияние Олимпиады позволяет Как-то продвигать Ну, и хорошо У нас в вопросе, да, есть ли это? Нет, нет Ну, я бы хотел еще пожелать Чтобы, ну, следили за хоккеем Не только время Олимпиады Мне столько позвонило Моих знакомых Которые с хоккеем Сидят раз в году Вот Ну, хотя бы Чемпионат мира, да Ну, хотя бы просто почаще Там Сами ходите на каток Это очень круто Погода позволяет Здорово, прекрасно Сейчас в Москве Вот, играйте Вот, я сам играю Встал на коньки поздно Но это очень крутая игра Всем советую Ну, а чемпионат у нас в мае традиционно, да? Да, в мае, в Дании будет В Копенгагене, по-моему, наша группа Я в Копенгагене был Ну, приз там круто Съездить туда на несколько матчей Слушайте, ну, да Время заканчивается Вам большое спасибо, что пришли Не обо всем сегодня успели поговорить Но о чем-то успели Это уже хорошо Но о чем-то успели И все равно хочется добавить, что любим Мы гордимся нашими спортивными Михаил Зислис был у нас сегодня в гостях Еще раз большое спасибо Приходите, пожалуйста, будем ждать Конечно Всем спасибо